всем привет как всегда благодарю всех тех кто пишет комментарии под этими моими роликами мне очень интересно правда отвечаю не на все но просто времени не хватает извините по мере сил все-таки отвечаю может быть вам это тоже интересно хотя все что хочу сказать я говорю здесь тем не менее ну и благодарю всех тех кто оказывает поддержку этому каналу поддержку можно оказать легко под каждым роликом написано как это сделать возвращаюсь в свое детство возвращаюсь в исходную точку так случилось если кому-то интересно конечно так случилось что рок-н-ролл и рок-музыку как таковую для меня открыл игру открыла группа битлз вот этот свет эту жизнь эту любовь это движение рок-н-ролла это все от битлз а вторым номером многие сейчас подумают что это была группа the rolling stones rolling stones моя любимая группа да я не отрицаю не противоречит сам себе rolling stones да это моя любимая группа но вторым номером у меня после битлз не была группа rolling stones вторым номером у меня была группа ес как это не удивительно я был юн достаточно эта пластинка вышла в 1974 году рилая называется она по-моему так произносится правильно рилая 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 но принято было греть рилайер у нас рилайер в детстве рилая и чудесным образом мне 14-летнему ученику средней школы попала в руки эта пластинка виниловая не именно это хотя это тоже оригинал у меня другая то я уже сто лет назад разменял куда-то продал что-то такое потом купал снова одно как обычно это у меломанов бывает одни и те же пластинки 25 раз покупаются потом продаются потом снова они вымениваются или покупаются так бывает это нормально так вот и я 14-летний парень который слушал уже достаточно много чего и deep apple и цепелин там и все-все-все-все вот этот весь купчинский так называемый набор в рок-музыке назарет и все все вот это вот самое ну слушал тогда битлз любил безмерно это было просто вне вообще обсуждения ну а остальная музыка так была кайфова здоровски здоровски зарула зарула пошла криданс вот это все да и вот попадает мне в руки эта пластинка я приношу домой ставлю на проигрыватель вега 101 ничего не боясь не боясь того что я ее запилю или прочее потому что не с чем было сравнивать тогда и совершенно новая история пошла и мне 14-летнего парню это дало просто не по мозгам а дало по сердцу дало по глазам и по ушам в первую очередь я прочитал кстати тут в комментариях кто-то написал что как вы можете там слушать что-то такого вот на граунд когда существует пол маккартни существует группа ес эмерсон black and palmer это не вашего уровня значит вывод вы там ничего не поймете я сразу хочу сказать что в 14 лет я все здесь понял в этой в этой музыке все прочитал абсолютно все все так сказать ноты хотя у меня нет абсолютного слуха я не я не считываю нотную партию я имею ввиду что я услышал все и мне ничего не показалось там для восприятия сложным для восприятия чем-то таким непонятным абсолютно все было понятно и вообще музыка ес она чрезвычайно легка для восприятия она как ну я моцарта с я с моцартом сравниваю битлз все время и это правильно потому что это сравнивать можно но и группу ес я бы сравнил с моцартом в том числе потому что может быть кому-то музыка моцарта кажется сложной для восприятия и он ее не понимает у нее не слышит не может связать мелодию повторить ее там напеть в голове прокрутить почувствовать смену аккордов тогда смена тональности вполне допустимо вполне допускаю есть такие люди их много музыка ес то же самое здесь все понятно все слышно все считывается никакого никаких затыков никаких авангардных штучек здесь вообще нет здесь все слышно все абсолютно по классики по канону все сделано другое дело что сделано очень много очень сложно исполнительские очень сложно композиторский на эта сложность она не не давит слушателя она не 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 играет со слушателем в головоломке здесь нет головоломок здесь все слышно все читается но это как очень красивое здание собор храм да он сложно выстроен сложная мозаика все вот это вот очень много всего это очень сложно правда но это все очень красиво и все воспринимается так здорово то же самое съезд ох как здорово как круто пластинка вышла всеми четвертом году ушел рик вейкман после записи альбома тэнс топографика у шанс который я не люблю кстати я я я сам он я вот с детства с этой пластинки я стал абсолютным и сама нам может быть кто-то скажет что это дурной вкус уже ес ходе же есть же настоящий рок-н-ролл настоящая рок-музыка а с это пафосные вот эти вот штуки может быть пожалуйста да ради бога но я безумно люблю группу с у меня все пластинки дома есть даже этот самый тэнсом топографика уши на которые я не люблю я его не могу слушать я целиком ни разу жизни не прослушал этот двойной альбом от начала до конца поскольку я обожаю группу с все пластинки кроме кроме той я даже в машину псу нам в проигрыватель компак диски и когда езжу на машине слушаю тэнсом топографика у шанс нет все равно я поговорю про этот альбом отдельно потом это стоит того это интересно так вот риллер пришел патрик марас долго искали клавишника на замену реку вейкман остановились на швейцарском музыканте патрике маразе который потом ушел в группу для муди блюз мною обожаемую я про нее поговорю отдельно и про участие в маразе в муди блюз один альбом был записан с патриком вот этот самый риллер и марас принес очень много сюда хорошего потому что он принес сюда не то чтобы джаз не то чтобы фьюжн но в эту сторону здесь есть куски чистого фьюжн просто полный рост в soundchaser первая вещь на второй стороне всего три здесь песни если кто не знает первое на всю сторону которое 21 минута 55 секунд до гейтса в делириум она всю страну занимает до soundchaser 10 минут на второй стороне и to be over соответственно 9 минут тоже во второй стороне третья песня 33 песни достаточно очень круто все больше не надо вот этот типографии ковшин там четыре песни на двойном альбоме и уже конечно это тяжело кстати толстом типографии ковшин стал золотым еще до момента выхода в продажу по предзаказам он уже был золотым поэтому группа ес была на подъеме у них все было хорошо и они начали записывать вот этот самый лилая а вейкман возьми да и уйди не понравился ему очень предыдущий альбом сказал что вы идете не туда и не хочу с вами больше играть и вот искали искали клавишника нашли мараза и он вписался удивительным образом и пластинка это она конечно выделяется из всех альбомов ес она не похоже ну как не похоже похоже потому что стив хау потрясающий гитарист потрясающий музыкант просто аналогов нет в рок-музыке таким гитаристом как стив хау чтобы кто не говорил там в интернетах я читаю смотрел и даже не смеялся просто муж и за глупости понесут там это божественный музыкант божественный с даром действительно еще начиная с группы tomorrow где он играл один альбом всего есть эту мору с участием стива хау это это что-то уже уже тогда было запредельное а въезд он развернулся с такой дикой силы особенно в саунд часа соло его вторая песня плена это настолько самодостаточно настолько удивительно настолько живо настолько это дерзко я бы сказал так если начать слушать там есть косячки там все в порядке с этим делом но это настолько я повторюсь дерзко настолько мощно и настолько музыкально а музыка это ведь не не математика это не выстроенные на компьютер не нарисованные на компьютере вот эти вот вокальные гармонии которые поп-музыки сейчас вовсю люди там поют на три голоса идеально да и слушать это невозможно тошнотворно потому что я слышу как как все это прорисовывается на мониторе и с гитарами когда сдвигаются доли там все это все это как бы это это все противно а здесь все чисто по-хорошему чисто и ритмика не роковая совершенно не рок-н-ролльная не 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 такая а ритмика симфонического оркестра там другое понятие ритма друг другое для для этого и существует дирижер что говорят отчасти ну что первая песня гейтсов делириум практически вся она не то чтобы написано но основным ядром являлся андерсон который прочитал книгу война и мир и решил написать что-то такое про войну и получилось у него очень много смен мелодии гармонии темпа ритма размеры все меняется все но все красиво все воспринимается легко все все настолько естественно и логично что остается только поклониться похлопать в ладоши сказать что блестящее симфоническое произведение это ни в коем случае не рок-н-ролл хотя и рок-н-ролл вместе с тем тоже рок-н-ролл в дерзости опять-таки третий раз я уже это слово употребляю в дерзости в драйве в подаче в легкости есть рок-н-ролл но по сути это настоящее симфоническое полотно я она мне нравится куда больше уж извините произведений групп которые шли там как выгодится ноздря в эмерсон лэк-н-палмер там genesis и прочее 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 да и включая джентл джайант даже который я безумно люблю тоже эмерсона кстати пророчил андерсон в качестве клавишника на этот альбом после ухода бейкмана но эмерсон отказался сказал что у меня есть своя команда мне там меня там все устраивает и вот этот самый гейтсов делириум можно сказать что впервые какие-то зачатки индастриал музыки там присутствует потому что в той части где изображается война и битва уже добра со злом как водится у группы с там андерсон натащил в студию вместе с маразом натащил всяких железяк каких-то с помоек пружин труп они по ним молотили все это записали потом все это в реверс запустили то есть в обратную запись и вот эти звуки индустриальные они здесь в полный рост на первой стороне присутствуют вместе с удивительной скоростной невероятно скоростной игрой бас-гитары и барабанов алан вайт там с ума сходил говорил что это мы придумали и записали что-то невероятное такое что исполнить невозможно но мы это исполнили и теперь я слушаю это там спустя годы и удивляюсь как мы это все вообще придумали и реализовали потому что так играть невозможно не по не получится вот но однако получилось sound chaser моя любимая кстати ведь да а дэксов делиром заканчивается картинкой музыкальной под названием сун которая вышла синглом только последняя финальная часть ее написал стив хау и они приклеили ее к гейтсов делириум в качестве финала и сун это удивительная штука она кажется она кажется написанной вокалистом потому что красивая мелодия идет все идет от вокала казалось бы а потом ты понимаешь что там все идет от гитары и вторая часть песни где начинается get гитара понимаешь туда это придумал гитарист вот всю эту красоту конечно и вокальная мелодия перетекает во вторую часть как бы гитара развивает вот эту вокальную линию и понимаешь что это да вот это стив хау это божий дар просто от гитаризма а sound chaser требует отдельного разбора просто сама эта песня разбор этот не за горами потому что если я люблю говорить о нем я могу бесконечно так же как а группе the rolling stones а и кстати я скажу почему с открыл мне всю широту музыки после того как я послушал этот альбом я понял что музыка это гораздо больше чем какие-то рамки какие-то направления какие-то стили и именно после с я с легкостью стал слушать и панк-рок и все что угодно и ритм и блюз и блюз и мне все стало понятно все стало понятно мне стало понятно что в музыке не существует рамок и границ не существует музыка едина она просто есть вся и сразу а мы выделяем вычленяем своим слухом то что нам в данный момент хочется услышать из этого огромного океана музыки и вот этой дверью в музыку была для меня пластинка группы из рилея пошел пить пока